В Баку, в условиях мира, дружбы и взаимопонимания, религиозные лидеры мира сообща ответили на сложные вопросы современности. Не в духе посреднической миссии, как понимать заявления главы МИД России, сделанные в Ереване. Месть за фашистского приспешника армянские националисты грозят российскому депутату из-за своего псевдогероя. Спасибо, мой друг, великий Азербайджан. Российская поэтесса популяризирует азербайджанскую культуру. Сегодня в Азербайджане день национального возрождения. Это связано с событиями конца прошлого столетия. В первые дни 1988 года началась открытая агрессия Армении против Азербайджана. Армянские националисты изгнали из мест постоянного проживания в Армении свыше 200 тысяч азербайджанцев. Учинили беспорядки в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана. Они подняли вопрос о выходе из состава Азербайджана и присоединении к Армении Нагорного Карабаха, исконно азербайджанской территории. И вот тогда, в то сложное время, азербайджанский народ выразил свой гнев и недоверие руководству. 17 ноября 1988 года на главной площади Баку Азадлык-Свобода начался бессрочный митинг общественности Азербайджана против антиазербайджанской политики советского руководства. В Азербайджане эти события расцениваются как начало национально-освободительного движения. Кроме этого, они стали основным фактором на пути к обретению страной независимости. Бакинский саммит мировых религиозных лидеров представляет огромное значение. Мы гордимся тем, что Азербайджан во второй раз принимает это авторитетное мероприятие. Это еще раз свидетельствует о том, что Азербайджан играет и впредь будет играть важную роль в развитии межкультурного диалога. Это слова главы государства Ильхама Алиева на церемонии открытия саммита. Страна обладает древними межрелигиозными традициями. Представители всех религий, этнических групп веками жили здесь как одна семья в условиях мира, дружбы и взаимопонимания. Многоконфессиональная, многонациональная страна. Азербайджан по праву может гордиться этим достоянием. Мультикультурализм в республике стал не только образом жизни, но и частью государственной политики. Это еще раз было подчеркнуто на Бакинском саммите религиозных лидеров мира, уже втором по счету. Первый состоялся в столице в 2010 году. Я уверен, что второй саммит религиозных лидеров мира будет иметь большую значимость, и прозвучавшие из Баку заявления дойдут до своих адресатов. Считаю, что одно из основных направлений сообща бороться с религиозной дискриминацией, ксенофобией, исламофобией, антисемитизмом. Не использовать религию в политических целях, не придавать конфликтам религиозный характер, не разрушать во время конфликтов исторические и религиозные объекты и пропагандировать традиционные ценности. Говоря о конфликтах, 20% азербайджанских земель более четверти века оккупированы соседней Арменией. Президент Ильхам Алиев отметил, необходимо строго осудить попытки увязать конфликты с религиозным фактором. На горных Карабах исконная историческая азербайджанская земля. Все ее топонимы имеют азербайджанское происхождение. Это отражено и на картах, в том числе напечатанных царской Россией в начале 20-го столетия. Если говорить о картах, начерченных между республиками после большевистской революции, то большевистское правительство приняло в то время решение о сохранении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Это очень важный момент, так как армянские историки, являющиеся мастерами в искажении истории, утверждают, что было принято решение о передаче Нагорного Карабаха Азербайджану. В то время, как все обстояло иначе, и исторические документы подтверждают это, было принято решение о сохранении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. На этих территориях был совершен геноцид против азербайджанского народа. Армяне разрушили все исторические памятники, могилы, в том числе мечети. Миллионы азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Между тем, Азербайджан продолжает свое успешное развитие. Экономические показатели весьма позитивные. Гарантом же стабильности стало единство народа и власти, а приумножает эту силу межрелигиозные отношения. Азербайджан никогда не выступал против демократии и свободы слова. Мы против тех, кто использует свободу слова в качестве призыва к ненависти. Слово – это дар Божий человеку, и человек несет ответственность за каждое сказанное им слово. Есть слова «Мама», «Родина», «Свет», «Любовь», «Рай» и есть слова «Борьба», «Война», «Смерть», «Ад». Баку по праву считается важной площадкой для межрелигиозного диалога, заявил в свою очередь патриарх московский и всея Руси Кирилл. Он подчеркнул, в последние годы в Баку и во многих странах под эгидой Азербайджана проводятся многочисленные межрелигиозные и межкультурные мероприятия, призванные сообща ответить на сложные вопросы современности. Убежден, что религиозные лидеры путем диалога могут серьезно повлиять на проблемы, с которыми сталкивается сегодня человечество. Наш голос будет убедительным тогда, когда он будет совместным и солидарным. Уверен, что сообща мы можем свидетельствовать о том миротворческом призвании, за которое отвечаем перед Всевышним. Между тем, в рамках визита в Азербайджан патриарх московский и всея Руси Кирилл осветил в Баку обновленный кафедральный собор святых жен Мироносец. На церковные торжества собрались сотни прихожан. Я очень-очень рада, благодарна и я горда за то, за свою республику я горда, что это большая честь такого высокого гостя принимать в нашем храме. Какое его уважение к нашей республике, он дорожит тем, что у нас нет раскола. Ранее глава Русской Православной Церкви уже освещал данный собор в 2001 году. Он высоко оценил проделанные здесь реставрационные работы. Память о пребывании в соборе патриарх Кирилл передал архиепископу бакинскому и азербайджанскому Александру в старинную икону. Тот, в свою очередь, подарил патриарху репиды митрополита Николая Ярушевича. Церемония продолжилась вручением наград со стороны Русской Православной Церкви. При помощи такого диалога религиозные лидеры мира намерены внести значительный вклад в мир и безопасность. Саммит организован управлением мусульман Кавказа при поддержке правительства Азербайджана и приурочен к 70-летию его главы Аллахшикюра Пашазаде и 40-летию его пребывания на посту. На высокий форум съехались религиозные лидеры 25 традиционных религий и течений из более 70 стран, а также около 500 представителей 10 влиятельных международных организаций. Основными темами пленарных сессий первого дня второго бакинского саммита религиозных лидеров мира стали мультикультурализм и толерантность. Завершилось же мероприятие принятием бакинской декларации. Стабильность, благополучие и безопасность. 12 ноября в Азербайджане отмечали день Конституции. 24 года назад основной закон страны был принят путем всенародного референдума по инициативе общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Высшая цель, которая преследует Конституция Азербайджанской Республики – обеспечение свобод и прав человека. Конституция Азербайджана включает в себя все демократические принципы свободного независимого государства. Изменения, которые были приняты в Конституции, полностью соответствуют общественным интересам, направлены на развитие общественных связей. Поправки от 2016 года были направлены на гарантирование свободы и прав человека в еще более совершенной форме. Реформы, происходящие в стране в последние годы, основываются именно на последних поправках Конституции. Таким образом, основной закон страны влияет на дальнейшее развитие государства, дает толчок новым реформам, развитию юриспруденции в целом. Конституция Азербайджана состоит из 158 статей. Почти треть из них, 48 статей, посвящены защите свободы и прав человека. Во времена, когда идея защиты свободы и прав человека не была так развита во всем мире, Гейдар Алиев настоял на включении этих статей в Конституцию. Поправки в Конституцию – естественный и необходимый процесс, который происходит с течением времени и глобальным развитиям. Доказательством тому являются последние поправки в Конституцию Азербайджана путем всенародного референдума от 2016 года. Эльдар Расулов, Сеймур Сахибзаде, Сибиси. Известные резолюции Совета Безопасности ООН по армяно-азербайджанскому конфликту. Всего их четыре. И требуют они вывода вооруженных сил Армении с оккупированных ими земель Азербайджана. Официально Ереван эти постановления игнорирует по сей день. И это, несомненно, вредит имиджу глобальной организации. Несмотря на то, что прошло уже много лет, принятые в 1993 году резолюции не теряют своей юридической силы. Согласно 25-й статье Устава ООН, страны-члены организации должны выполнять принятые Совбезом резолюции. К сожалению, в некоторых случаях приходится годами ждать их выполнения. Четыре резолюции по Нагорно-Карабахскому конфликту до сих пор не осуществлены Арменией. Если Армения не обеспечит выполнение данных резолюций, то 51-я статья Устава ООН позволяет Азербайджану восстановить свой суверенитет и территориальную целостность в рамках международно признанных границ. Укрепление боевой готовности. Азербайджанская армия на этой неделе провела оперативные учения. Проходили они в три этапа. Основная цель – совершенствование подготовки штабов и органов управления войск, а также взаимодействия между общевойсковыми объединениями ВВС, ВМС, ракетными и артиллерийскими войсками, силами специального назначения в ходе наступательных операций с пресечением провокаций условного противника. Применялись новые виды вооружения и военной техники. Учения проходили в горных, горно-лесистых, сложных радиоэлектронных и реальных климатических условиях. В ходе оперативных учений были отработаны вопросы устойчивого, непрерывного, оперативного и скрытого управления войсками. Кроме этого, усовершенствована деятельность полевых пунктов управления штабов, быстрой отправки распоряжений и приказов на тактическом и оперативном уровнях посредством видеоконференций и фибро-оптической линии связи. Его имя навсегда вошло в историю Азербайджана. Он один из сотен героев страны. По национальности еврей Альберт Агарунов всегда любил Азербайджанскую республику и ее народ. За дружелюбие, за искренние отношения, за все. И доказал. За героизм, за любовь к родине, за то, что защищал до конца. В Баку официально открыт памятник национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову. На церемонии побывала наша съемочная группа. Подробности у Эльдара Расулова. Один. Саунд. Алберт. Алберт. Насын милет намагиаси? Яхуди. Яхудили, Азербайджан торпаками комитета национальному герою Азербайджану? Она говорит, что в этот парни. Я ееangle. Я гнаю здесь. Я буду жить. Я родился. И я даже жить. Он сейчас нам не對吧. Альберта Агарунова Альберт Агарунов родился в столице Азербайджана, Баку, в семье горских евреев. В этом году национальный герой мог бы справить 50-летний юбилей. Рантик Агарунов каждый год приезжает в Баку навестить могилу своего брата. То, как в Азербайджане относятся к памяти о легендарном танкисте, трогает его до глубины души. Наши народы всегда были дружны. Хочу сказать всему азербайджанскому народу, что не забывают Альберта, своего героя, не забывают. И сделали памятник в честь моего брата. Что я могу сказать? Только сказать спасибо всему азербайджанскому народу. Работали над созданием памятника выпускники Государственной художественной академии Азербайджана. Эскиз памятника утвердил народный художник Азербайджана Омар Эльдаров. Монумент Альберту Агарунову установлен на улице, которая носит имя героя. Поверьте, что такое возможно только в Азербайджане. Памятник горскому еврею, национальному герою Азербайджана с еврейскими корнями в центре Баку. Такое возможно только на азербайджанской земле, в атмосфере азербайджанского мультикультурализма и толерантности. Такое уважение к памяти национального героя – уникальное качество, присущее Азербайджану. В честь национальных героев Азербайджана называются улицы, школы, устанавливаются памятники. Недалек тот день, когда памятник Альберту будет установлен в Шуше, где он отдал жизнь за свою родину – Азербайджан. Эльдар Расулаб, Илькин Мехтиев, Си-Би-Си. А вот в Армении свои герои – нацисты. Речь о Горегине Нжде. Его сотрудничество с Третьим рейхом, война против советской армии ни у кого не вызывает сомнений. Кроме армянских националистов. Но одно дело героизировать фашистского приспешника у себя, другое – на территории России. На этой неделе памятную доску пособнику фашистов Горегину Нжде в российском Армавире закрасили черной краской. Сделал это депутат городской думы Алексей Виноградов. Как передают российские СМИ, ранее было обещано ее демонтировать. Пока этого не случилось, проблему решили устранить таким образом. Армянская сторона, в свою очередь, назвала это актом вандализма и потребовала объяснений. Более того, официально Ереван отметил, что эти действия могут привести к межнациональному напряжению. И привели. В Армении уже провели акцию протеста у российского посольства. Комментируя итогом недели ситуацию, эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов заявил, Армавирский депутат совершил гражданский подвиг. Возмущаться тем, что депутат, в принципе, выполнил свой долг и исполнил пожелания народа, который его избирал, о том, что нельзя у нас героизировать фашистов, я не вижу в этом никакой проблемы. Это раздувается намеренно. Совершен определенный правильный политический акт. Наоборот, армяне должны делать выводы. Вы живете в России, и нечего героизировать у нас своих героев, которые против нас воевали. С Евгением Михайловым солидарен и эксперт в области геополитики Андрей Иванов. Героизация фашизма недопустима. Героизация людей, которые сотрудничали с нацистским режимом в годы Второй мировой, конечно, недопустима не только на территории России, но и на всем постсоветском пространстве. Мне лично вполне понятен поступок городского депутата Армавира, который закрасил памятную доску сотрудничавшего с вермахтом Горегина Ножде. Но в этой ситуации в очередной раз проявилась незрелость самой нынешней армянской государственности. И речь идет не просто о какой-то антироссийской позиции. Речь идет о переверженности постмодернистскому проекту. Но это когда нет ни семейных ценностей, нет вообще понятий добра и зла. Но, повторюсь, это крайне разрушительная стратегия прежде всего для самой Армении. И еще одна неприятная новость для Армении. Сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что заблокировал принятие сенатом резолюции о признании надуманного геноцида армян в Османской империи более века назад. Как сообщают СМИ, Грэм, близкий союзник Трампа, воспользовался правилом, согласно которому один сенатор может заблокировать принятие резолюции всей палатой. Такое решение, по его словам, он принял после встречи с президентом Турции. Было также отмечено, что сенаторы не должны ни приукрашивать, ни переписывать историю. Напоминаю, президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в ходе визита в Вашингтон заявил, что признание палатой представителей надуманного геноцида армян в Османской империи бросает тень на турецко-американские отношения. Ситуацию итогом недели прокомментировал эксперт в области международных отношений из США Питер Тейс. Своими действиями сенатор Линдси Грэм, заблокировавший резолюцию о так называемом геноциде армян, защищает исторические факты и демонстрирует, что есть законодатели и сенаторы США, которые действительно знают мировую историю. Сенатор США Линдси Грэм из Южной Каролины всегда поддерживал союз США и Турции. Его стойкое, активное лидерство и последовательность всегда делали его исключительным сенатором. Действия Линдси Грэма, выступающего против признания так называемого геноцида армян, очень высоко ценятся. Прежде всего, своими действиями он защищает исторические факты и демонстрирует, что есть различные законодатели и сенаторы США, которые действительно знают, понимают мировую историю и не являются жертвой армянской пропаганды и ее дезинформационной машины. Главный месседж заявлений главы МИД России во время визита в Армению – стороны конфликта должны договориться сами. Речь об армяно-азербайджанской проблеме. Процесс урегулирования должен идти в русле общего согласия, отметил Сергей Лавров, добавив при этом, что без согласия народа Нагорного Карабаха, населения Нагорного Карабаха ничего оформить будет невозможно. Итак, сделанные в Ереване главой российской дипломатии заявления по карабахскому урегулированию итогом недели прокомментирует председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев. Здравствуйте. Здравствуйте. Слова Сергея Лаврова о народе Нагорного Карабаха вызвали неоднозначную реакцию. Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила в связи с этим заявление, где выразила свое сожаление о том, что глава МИД России не упомянул при этом о правах миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Что, на ваш взгляд, имел в виду Сергей Лавров, когда говорил о народе Нагорного Карабаха? Вообще понятия международных правовых документов народа Нагорного Карабаха не существует. Я в этой связи хотел бы опять обратиться к базовым документам по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, в частности, документ от 24 марта 1992 года. В этом документе определяется состав Минской конференции, которая должна быть созвана для урегулирования конфликта. Там перечисляются государства Армения, Азербайджан и другие государства, Соединенные Штаты, Турция, Швеция, Италия и так далее. Также в этом документе, я хотел бы точно процитировать, отмечается, что избранные и другие представители Нагорного Карабаха будут приглашены на конференцию ее председателям в качестве заинтересованных сторон после консультации с участвующими в конференции государствами. Далее прошли обсуждения, что значит избранные и другие представители Нагорного Карабаха. И 15 сентября 1992 года в Праге, в рамках тоже, тогда это называлось не ОБСЕ, а СБСЕ, представитель Италии, он был председателем Минской группы, отметил консенсус среди остальных стран Минской группы относительно тезиса Армении, согласно которому мандат от 24 марта позволяет ему отдать армянской стороне Нагорного Карабаха формальный приоритет перед азербайджанской стороной или даже называть первую сторону избранными представителями, такого нет. То есть, я хочу сказать, что есть, учитывая вот эти два документа от 24 марта 1992 года и разъяснение от 15 сентября 1992 года, есть два участника, государство участника, Армения и Азербайджан. Далее есть заинтересованные стороны, это избранные и другие представители Нагорного Карабаха, и в данном случае после всех этих разъяснений видно, что армянская сторона не имеет никакого приоритета над азербайджанской общиной. То есть, есть как бы формула 2 плюс 2. Армения и Азербайджан как государство и армянская и азербайджанская община Нагорного Карабаха. Это население Нагорного Карабаха, но никак не народ. Нагорный Карабах никогда не был признан как третьей стороной конфликта. Есть резолюции, уже поздние резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года, где однозначно, здесь никаких трактований двойных не должно быть, потому что в армянской прессе делаются такие попытки. В резолюциях 4, там резолюции 822, 853, 874, 884. Однозначно подтверждена принадлежность Нагорного Карабахского региона Азербайджану. Поэтому, как мы видим во всех этих международных правовых документах, народа Нагорного Карабаха нет. Поэтому, к сожалению, я считаю, что министр иностранных дел России Лавров в Ереване сделал попытку озвучить идеи армянской стороны. В частности, в марте этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал попытку внести Нагорный Карабах как третью сторону в переговорный процесс. Притом, эта попытка была неудачной, она была отвергнута азербайджанской стороной, отвергнута была сопредседателем Минской группы, и мы знаем, что одним из сопредседателей Минской группы является Россия. Поэтому, в данном случае, Лавров, конечно, когда ехал в Ереван, он ехал как министр иностранных дел России, не в личном качестве, поэтому считаем, что такие заявления, они неприемлемы, как для страны-посредника. А Россия это понимает, делая такие заявления? А не понимает, что потом последует реакция? Естественно, я хочу сказать, что, конечно, и Лавров, наверное, тоже не единолично принимал это решение, что вызывает сожаление и бросает тень на Россию, как беспристрастного, скажем, посредника в переговорном процессе. Хочу отметить, что последние, так скажем, 6-7 месяцев мы наблюдали, что позиция Армении вызывает критику со стороны сопредседателя Минской группы, со стороны России тоже, и поэтому, мне кажется, была сделана попытка попытка выровнять вот такой, как бы, вернуться в баланс. Хотя, опять же, как говорят, в основе баланс, ну какой баланс? Есть страна, которая оккупировала территории, и при том, опять же, если говорить о международных правовых документах, одним из последних важных документов является решение Европейского суда по правам человека, принятое в 2015 году, это в деле Чарагова против правительства Армении, где отмечено, что Армения осуществляет эффективный контроль на территории Нагорного Карабаха и прилегающих его регионов. Есть три известных принципа, да, неприменение силы, территориальная целостность и самоопределение народов. В случае Нагорно-Карабахского конфликта, казалось бы, все ясно. Самоопределение народов может быть только в рамках территориальной целостности Азербайджана. При этом уже одно армянское государство есть, второго не должно быть. Я хочу сказать, что, конечно, то есть принципы международного права, они все равны, но вместе с тем есть консенсус, что тоже принцип самоопределения, он должен осуществляться на основе, путем неприменения силы, то есть это не должно входить в противоречие, значит, оно должно осуществляться законным путем. При этом, если государство и в международном праве тоже это существует, значит, принцип территориальной целостности тоже является одним из важных фундаментальных принципов. Если мы говорим о двух этих принципах, часто иногда армянские, там, скажем, аналитики говорят, что он входит в противоречие. Нет, он не входит в противоречие. Если страна настаивает, что принцип территориальной целостности, где он должен оставаться, значит, принцип самоопределения должен быть осуществлен в рамках принципа территориальной целостности. Это возможно. То есть есть разные уровни автономии, это тоже самоопределение. В данном случае мы говорим о Нагорном Карабахе, там есть армянские и азербайджанские общины Нагорного Карабаха, определенная формула и форма самоопределения может быть осуществлена в рамках территориальной целостности. Есть еще, я хотел прокомментировать, вот говорят о неприменении силы. Это очень важный принцип. Он есть в Уставе ООН. Есть также принцип, значит, статья 51 Устава ООН о праве на самооборону. Если по логике судить, нам иногда говорят, что надо признать существующие реалии. Существующие реалии, а именно статус оккупационный, это подтверждено в резолюциях Совета Безопасности. Территории Нагорного Карабаха и другие территории названы оккупированными территориями. Они осуществлены в рамках, значит, в результате военных операций. Поэтому мы их не можем принять. И когда говорят о мирном урегулировании конфликта, естественно, это идеальная ситуация. Но хочу сказать, что если говорить о международном праве, есть и статья 51 Устава ООН, которая дает право на самооборону. И вместе с тем переговорный процесс должен, как раз-таки, если мы говорим о мирном урегулировании конфликта, он должен ликвидировать последствия военных действий. Поэтому и в рамках ОБСЕ, опять же, сошлюсь на документы, например, на Будапештского саммита 94-го года, там был принят прямо, значит, порядок, в котором был предусмотрен и вывод оккупационных войск с азербайджанской территории. Там такое положение тоже есть. СМИ Армении очень постарались, чтобы итоги визита Лаврова в Ереван выглядели очень позитивно. Но так ли это на самом деле? – Определенный позитив есть. В каком плане? Опять же, я говорю, в последнее время правительство Армении подвергалось критике, сама Армения в целом подвергалась критике. Здесь хотелось бы отметить ситуацию с героизацией фашизма, людей, которые сотрудничали с фашистами. Мы имеем в виду в первую очередь такого деятеля, как Гарри Геннжде. И очевидно, что там наспех была организована выставка, на которую поехал министр иностранных дел Лавров и, выступая, про это не упомянул. То есть, мне кажется, именно, что миссия Лаврова была в том, что Россия остается союзником Армении, потому что, как бы, выровнять, опять же, баланс в этой ситуации, риторики в отношении Армении. Хотя внутри российской общественности все не так гладко, потому что мы знаем, по-моему, в Краснодаре или в Ставрополе один из местных депутатов в Армавире закрасил черной краской табличку. В этом отношении, конечно, есть определенный позитив. Но, в целом, я хочу сказать, вы знаете, для Армении, если глубоко задуматься, никакого позитива нет в целом. Потому что революция осуществлялась с определенными лозунгами, с определенными реформаторскими надеждами. Мне кажется, все это, можно считать, все это завершилось. Пашинян сам по себе выступал с антироссийскими заявлениями до того, как стал премьер-министром. Да, да, естественно. Значит, там были определенные внешнеполитические посолы, определенная, скажем, корректировка. Армения пыталась выровнять свою внешнюю политику несколько в другом направлении. Все это, я думаю, что все это завершилось. Поэтому ничего хорошего в долгосрочном перспективе для народа Армении от всех этих событий последних месяцев. Ничего в этом нет хорошего. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Спасибо. Я напомню, итоги визита главы МИД России в Армению, в частности, озвученные им заявления, итогом недели комментировал председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев. К другим событиям недели. Как развивать двусторонние экономические связи, увеличивать товарооборот и объемы взаимных инвестиций? Ответы на эти вопросы попытались найти участники четвертого двустороннего торгового форума в Баку. Участники сошлись во мнении. Потенциал для решения поставленных задач имеется огромный. Подробнее в следующем материале. Четвертый торговый форум, или же, как его называли участники МАДЖЛИС, между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами собрал в Баку ряд высокопоставленных лиц и представителей бизнес-кругов обеих стран. Участники отметили, тем для обсуждений великое множество. Потенциал для развития делового сотрудничества огромный. Правильно его использовать – ключевая задача, стоящая на сегодня между странами. Амбициозные планы, упор на достижение конкретных результатов – основной элемент модели экономического развития как Азербайджана, так и Объединенных Арабских Эмиратов. Стороны признают, им есть чему поучиться друг у друга. И отмечают, главная задача на сегодня – увеличение двустороннего товара оборота. По итогам девяти месяцев текущего года он составил более 48 миллионов долларов, рост почти на четверть. Но темпы роста и существующий потенциал еще друг другу не соответствуют. Задачу – полностью использовать имеющиеся возможности решать можно и нужно, уверены участники мероприятия. Объемы взаимного товара оборота надо признать пока относительно небольшие. Нам нужно больше работать над увеличением этого показателя. Необходимо развивать связь как на земле, так и в воздухе, расширять сотрудничество в сфере туризма. Одним словом, больше полетов, больше отелей, больше инвестиций. Мы можем совместно выходить на зарубежные рынки, создавать совместные предприятия. Приоритетами является сфера образования, высоких технологий, авиации. Одним словом, имеются прекрасные возможности для дальнейшего развития делового сотрудничества. Основная задача по его развитию, отметили участники форума, между тем ложится на представителей деловых кругов. За рост товарооборота и взаимных инвестиций отвечают именно они. Для их успешной деятельности создаются все условия. Обсуждение по выявлению новых подходов возможностей сторожно провели на седьмом заседании совместной межправкомиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству. По итогам подписан протокол. Включены в него пункты по сотрудничеству в таких сферах, как транспорт, торговля, логистика, туризм, инвестиции и энергетика. Илькин Шофиев, Илькин Мехтиев, Си-Би-Си. Она не создает стихи, это они создают ее. Речь о Екатерине Хлебниковой, известной российской поэтессе, произведение которой покорили сердца читателей во всем мире. В ее творчестве особое внимание уделено Азербайджану. Об этом мы и поговорим. Сегодня Екатерина у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Своим творчеством вы демонстрируете уважение и любовь к Азербайджану и азербайджанскому народу. А как появилась эта любовь? Расскажите. Вы знаете, у нашей семьи очень много друзей азербайджанцев, которые живут в Азербайджане. И я здесь не впервые. Это, наверное, мой пятый или шестой приезд. И так случилось, что мы ездили в такое местечко под названием Габала, если я не ошибаюсь. Азербайджанский город Габала. Это абсолютно волшебное место, где у меня и родились, вообще родилось вдохновение писать об Азербайджане и об этом месте, потому что то, что видела я, мне кажется, это все было волшебно. Какие-то сады, старые города, деревни, это волшебная дорога. Ну и, конечно, та атмосфера, которую умеют создавать люди ваши очень гостеприимные и отзывчивые. А что вы написали об Азербайджане, какие произведения и, если можно, озвучить отрывок? Да, конечно, с большим удовольствием. У меня есть такое стихотворение, наверное, самое знаковое, где я благодарю Азербайджан за его землю, за его почву, за его людей, за его людей. Но оно очень длинное. Отрывок небольшой. Длинноногие сосны и виноградники, козы, овцы, уверенный алабай. А по краю времени хлопцы-всадники под симфонию стрижей романтичных стай набегают на мысли мои опьяневшие и стремительным ветром запутывают уста. Все, что мне остается, усладится вдоволь черешню и мечтательно щелкнуть пальцами у виска. Ой, ты, время! Благодарю, что безвременно, что умеешь растягиваться, не бежать. Мне остается на этой земле уверенно. Спасибо, мой друг, великий Азербайджан. Спасибо большое. Наверняка вы знакомы с азербайджанской поэзией. Ну, вы знаете, современной, к сожалению, нет. Потому что все, что знакомо мне, это, конечно, больше классика. Если у меня получится в этот раз познакомиться с кем-то из современных авторов, то я бы была очень рада. Вот Саадет, моя добрая знакомая, которая мне вообще помогает находиться здесь с моей миссией поэзии на территории Азербайджана в Баку, она как раз, я думаю, познакомит меня с несколькими авторами. Я ее попросила об этом. Если вы мне скажете, кто у вас сейчас популярен, я, по крайней мере, займусь в свой приезд чтением и знакомством с большим удовольствием. Потому что, ну, можно я скажу, на мой взгляд, есть одна проблема. Проблема вот этой интеграции современной поэзии, современной литературы сейчас между странами. Потому что я участвовала в международном конкурсе в Лондоне, там прошла финал, еду на финал в Бельгию скоро. И вот это удивительный эксперимент, когда ты можешь общаться с людьми из разных стран, русскоговорящих, конечно, я говорю, потому что все-таки поэзию нужно оценивать на том языке, на котором она пишется. На котором пишется, абсолютно верно. И это удивительный опыт, потому что ты встречаешь человека, который живет по другую сторону этого мира, и он тоже пишет на русском, и его стиль современный. отличается менталитетом даже своим от стиля того мира, в котором живешь ты. И вот с точки зрения современности авторов Азербайджана мне тоже интересно послушать. Потому что у нас вот этой интеграции как таковой обширной и популяризированной нет. Мне кажется, этим здорово бы заниматься. Кстати, вот в этот приезд с нашей стороны мы занимаемся. И я бы очень хотела, чтобы какой-то азербайджанский поэт, к примеру, появился у нас в России с таким же вечером, и я бы с большим удовольствием сходила. Спасибо большое. Спасибо. Я напомню, у нас в студии Екатерина Хлебникова, поэтесса, член Союза писателей России. Говорили мы о ее творчестве, связанном с Азербайджаном. Это были самые значимые события недели, касающиеся нас и нашего региона. Мы увидимся вновь в воскресенье в 21.00 на телеканале CBC. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова